Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я, Вика. Смотрите, какой узорчик я на просторах интернета нашла. Вот джемперочек им связан. Схема такая непонятная, конечно, очень. Но очень красивый узор. Вот смотрите, какие бантики. При том, что он двухсторонний. И вот я не знаю, какая сторона мне нравится больше. Вот, наверное, все-таки вот эта, как бы изнаночная. Но на самом деле, мне нравится больше. Напишите в комментариях, какая сторона вам нравится больше. Не вот эта. Ну, хотя и это красиво. Значит, раппорт у нас состоит из 24 петель. Но 24 плюс 24, 48. Ну, вернее, как, 24 по сути. Вот он, вот он. Либо, если смотреть вот так вот, то вот так вот. То есть, он потом находится, как бы, размещается в шахматном порядке. Вот она схема, девчонки. И будем следовать этой схеме. Но я не поняла вот эту стрелку внутри нее. И поэтому я сделала по-своему. Я пробовала снимать эту петлю. Я не знаю, кто знает, кто пробовал этот узор. Напишите мне в комментариях, как вы решили вот этот вопрос со стрелкой на схеме. Вот. Я не смогла его решить. Поэтому я решила это место, как бы, своим вариантом. Ну, вот показываю вам. Так, для начала, девчонки, идем по схеме. Значит, так, у меня, я сейчас отделю, девчонки, именно ту часть, которую я, как бы, которая будет соответствовать схеме. Значит, вот, чтобы вы понимали, вторая часть схемы не внизу, а вверху. Да, вот. Мы начинаем, как бы, если смотреть на схему, то с 19-го ряда. Вот сейчас. Я просто вам покажу, а вы потом уже по схемке это все... Так, и теперь у нас одна изнаночная. Вот я показываю один рапорт. Одна изнаночная, две лицевые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Далее у нас 17 изнаночных. Девятая петля, вот она, посрединке находится. Если ориентироваться на вот эти, вот, предыдущие бантики. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Так, две лицевые, восемнадцать, девятнадцать. Девятнадцать, двадцать, двадцать одиннадцать. Так, значит, 17 петель изнаночных. Далее две лицевые, две изнаночные, двадцать одна, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Вот, две лицевые, две лицевые, три изнаночные, как бы между ними, вот. Здесь же оно разделено пополам. и так я ставлю еще один маркер вот есть наши 24 петли раппорта вот они так далее вяжем по узору изнаночные лицевые так далее вяжем по узору еще два ряда так и видите теперь у нас вот эту вот эту по сути бантик мы сейчас вяжем между маркерами вяжем два ряда полу девчонки провязала я изнаночный ряд и вот в лицевом ряду нам нужно три маркера это для моего способа три маркера и я вяжу 7 изнаночных петель раз ось изнаночная вот сейчас мы находимся на раппорте раппорте так изнаночная 2 лицевые 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 это наша бабочка теперь следующую петлю провязываем и одеваю вот смотрите за вот эту вот изнаночную здесь у нас два ряда и в третий ряд вот тот который я провязываю я продеваю маркер потом следующую петлю делаю то же самое и третью петлю и делаю то же самое то есть три петли я обозначаю так вот маркером все вяжем дальше по узору еще кроме вот этого ряда еще девять рядов всего должно быть их 12 13 мы будем делать этот бантик в общем еще 9 рядов вяжем по узору так девчонки вот смотрите 1 2 3 4 5 6 12 рядов у меня от вот этой вот как бы лицевой дорожки то есть от начала бантика теперь что мы делаем теперь мы будем вывязывать по сути сам бантик провязываете 2 лицевые и вот на этом секторе 17 петель который у нас из которого состоит этот бантик мы провязываем 7 изнаночных 2 3 4 5 6 7 теперь нам нужно поднять вот эти вот петли сюда для этого 3 их 3 вот мы их пометили маркерами так эту петлю 8 мы переснимаем на правую спицу далее берем за вот этот маркер и поднимаем петелечку на спицу то есть вот этого где мы зацепили за то же место как бы за ту же ниточку ниточку мы поднимаем расстегиваем и возвращаем вот эту переснятую петлю и провязываем их 2 вместе далее следующая петля тоже переснимаем поднимаем это я тут захватила больше чем положено так вот эта ниточка вернись на место возвращаем и провязываем вместе изнаночной ну и третья петля вот последний наш маркер здесь я что-то подцепила видите лишнее провязываем изнаночной все далее провязываем оставшиеся 7 петель и по сути наш бантик готов вот он видите вот мы его подняли эти три петли вот эти везде у меня поднят и не таким образом формирует увидите вот эту именно вот мы подняли три петли таким образом формируется наш бантик другой стороны это выглядит вот таким вот образом так что выбирайте сами что вам нравится больше что вам нравится меньше все остальное по схеме четко по схеме предложенной единственное что я изменила вот этот вот как бы это место я не знаю как все кто пробовал девчонки как там понять вот эти вот стрелочки на схеме все на сегодня все с вами была века школа рукоделия всем пока 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 Продолжение следует...